Я вас приветствую из города Киева. Меня зовут Генри Мадава, пастор Церкви Победы. С вами сегодня я, а вот наша передача «Голос Победы». Я не знаю, где вы, откуда вы смотрите, но мы вас очень любим, потому что Бог любит вас. Почему Он вас любит? Вы особенны. Вы созданы по Божьему образу, по Божьему подобию. Для Господа вы важны. Слава Богу! Сегодня у меня хорошая новость для вас. Вы знаете, какая новость? С момента рождения свыше у Бога есть много подарков, благословений и планов для тебя. В принципе, мой подарок вам это совет и подсказки в виде сегодняшней проповеди, что получи все, что Бог имеет для тебя в жизни. Многие христиане приходят к Богу, покаялись, приняли Иисуса, но они даже сотые част того, что у Бога есть для них, они не принимают. Разные воспитания, религиозные убеждения, разные догмы в церквях или в семье иногда их ограничивают. И в результате они проходят в жизни и получают мизерную часть того, что Бог имел для них. То ли в призвание, то ли для их жизни, то ли благословения. Очень много у нашего Бога, много для нас. И надо не пропустить ничего, а получить все, что Он имеет для нас. Давайте мы послушаем эту проповедь. И мы не пропустим ничего из того, что Бог запланировал. Как получить все, что Бог имеет для тебя в жизни? Так называется моя проповедь. С момента рождения каждого из нас, с момента народжения каждого из нас, Бог не придумывает, чем вас занимать. Или в чём вас благословить. У Бога есть планы. У Бога есть желания. У Бога есть божания. Но мы уже знаем, что Божьи планы и Божьи желания они во благо дать будущее и надежду. три важные позиции, которые помогут нам получать отримать наследовать все, что Бог имеет для нас. то ли это в обеспечении для жизни, для жизни, то ли это в достижениях и в мечтах, то ли это в призвании и в предназначении. номер один. Это то, что я называю зрелость. Зрелость это готовность на духовном уровне и на умственном уровне и даже эмоциональном уровне. И даже эмоциональном уровне. Зрелость сделает, чтобы Бог дал тебе в жизни то, что Он приготовил. Галатам 4 главы до Галатам 4 роззыв. Первый по 4 стих. Первый по 4 вирши. И еще скажу, то же скажу я наследник спадкоемец. То есть тот, кто все забирает у папы, тобто тот, кто все забирает у тата, доколе в детстве поки дитина ничем ничем то есть он абсолютно никак нету вариантов путем чего-либо шляхом чего-нибудь в Царстве Божьем в детстве ничем не отличается от раба. Хотя по бумагам он господин всего. Он остается подчиненным подчиненным попечителем опекуном. И до того же я хочу, чтобы вы заметили эти попечители и домоправители и керевники дома должны были быть под его руководством. Но поскольку он ребенок он подчинен тому кто должен быть ему подчинен до срока отцом назначенного. До часу, что визначил батько. Так и мы доколе были в детстве поки детьми были мы были порабощены вещественным началом мира. То были поневолені стихиями свято. Первое, что мы замечаем все, что Бог имеет для каждого из нас, то ли в обеспечении, то ли в достижении, то ли в достижении, призвание предназначения, в любом направлении, потребует соответствующей зрелости. Если ты много времени, почти входишь во что-то, то ли это на работе, то ли это в бизнесе, и как будто иначе каждый раз перед тобой двери закрываются. Вернись к вопросу зрелости. Зрелость это ключ к победе всесторонной. Скажите Аминь. Первое Коринфянам 13-11 13-11 Когда я был младенцем, когда я дитиною был, то по-младенчески говорил, то я говорил как дитина, по-младенческим мыслям, как дитина я думал, по-младенческим рассуждал, и разумил как дитина. Но как стал мужем, то я оставил младенческим. То я откинул дитяче. Это Павел дает самому оценку. Он честный с собой. Он понимает, что Бог видит все. Поэтому он честный с собой. И говорит, я сделал анализ, и я пришел к выводу, что когда я был младенцем, оно выражалось тремя вещами. первое, мои разговоры. Оказывается, наши разговоры в духовном мире и в этом видимом мире имеют большое влияние. Пастор Генри, а что тогда мне надо говорить в жизни? Подсказываю. Старайся как можно часто говорить истину из Божьего Слова. Это не означает, что ты не видишь реальные плохие. Ты их видишь, но ты специально осознанно говоришь истину, которую Бог дал. Это надо себя научить. Номер два. Он говорит, мысли мои, наши мысли показывают нашу зрелость или отсутствие или ее отсутствие. Заметите, что мысли никто не увидит. Это только Бог. Но оказывается, этот Бог смотрит на наши мысли и оценивает нас, дать ли нам то, что Он запланировал или не дать, исходя из наших мыслей. зрелость зрелости это размышление это миркувание взгляд на жизнь, на твою жизнь, это когда твоя версия про себя приближается быть похожей на ту версию, которая у Бога по отношению к тебе. Старайтесь развиваться и стать зрелыми в этих направлениях. И это делайте главным образом перед Господом Богом. Этот Бог, который видит тайное, воздаст тебе явное. А это обойти никак не получится. Это очень важно. Это первый метод, как Бог дает нам все, что Он запланировал, все, что Он желает, и все, что Он приготовил. Номер два. Мы хотим отримать все, что у Бога есть. Для нас. Все, что Он желает, это Божие обетования и отношения к ним. Знание Божих обетований и отношения к Божьим обетования определяет как к нам относится Бог. Мне нравится, как говорится в Якове 2 глава 22-23 стихи. Мне подобается, как идется в Якове 2 раздел 22 виш. Библия говорит, видишь ли, что вера содействовала делам Его, и делами вера достигла совершенства? И исполнила слово послание. Веровал Авраам Богу. Замерьте две вещи, которые произошли. От его веры. И это заменилось ему номер один в праведность. Второе. И он наречен другом Божим. Два титула который добился Авраама. Первый титул праведник. Второй титул друг Божий. Это два титула, которые если в жизни хочешь, чтобы Бог открыв тебе двери благословения и дав все, что он желает тебе дать. Нужно эти два титула в твоей жизни. Первый праведный. Второе. Другом Божим. Все, что он сделал, это он услышал Божие обещания. Номер два. Он поверил. Номер три. Он показал свою веру делами справами. Услышать. Почути. Поверить. И действовать. И действовать. Это то, что даст нам, чтобы Божьи двери открылись. И мы получили все, что Бог запланировал. И мне нравится, что говорится про Авраама. Он стал другом Божим. Вера в Божие обетования сделает тебя другом Божим. Доверяй Божим обетованиям. А он друзей своих не покидает. Он не бросает. В обетованиям Божьим нам обещано крепость и силу, защиту и охрану, обеспечение и помощь, свободу и жизнь вечную, исцеление, мир и радость, успех, много чего нам обещано. И все это становится реальным через Божие обетованиям. Для Бога неодноразовое послушание Божьих обетований. Вообще это тот принцип, которым нужна с Богом. Неодноразовые дела, а нужна постоянность перебывать все время. Начинай постоянство верить в Божьим обетованиям. Молитва пости Бога искания делать дело Божьей жить правильно. Начинай первая неделя это война, это битва, хочется отменивать свои решения. Вторая неделя уже легче, после трех недель, свобода, новая привычка, новый образ жизни, новый способ жизни. Кто-нибудь скажите аминь, вот получается Бог любит постоянство. Многие люди, у них прорывные молитвы, раз в месяц, не считается, потому что Бог ценит постоянство, богоискание, общение с Богом, спилкувание с Богом, пусть даже коротко, но постоянство, читаем Библию, может немного, но постоянство, хожу в церковь, даю десятину, может немного, но постоянство, и через время благословение начинает прийти на тебя, на твою семью, на твоих детей и на внуков. Есть накопительный процесс, благословение в жизни человека, который делает правильно перед Богом. Кто-нибудь скажите аминь, последнее, если мы желаем иметь все, что Бог имеет для нас, все, что Бог запланировал, и не пропускать, как израильский народ, живи в повиновении Богу и в повиновении его структуры, говорится в Иоанне Евангелие 15 главы, 5 и 7 стих, Иисус говорит, Я есмь лаза, вы ветви, кто прибывает во мне, я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего, а кто не прибудет во мне, и звернется вон, как ветвь, и засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают, и засохнет, и громадят их, и кладут на огонь, и сгорят. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам, и станется вам. Бог любит, когда мы чтим, уважаем Его Слово. Бог любит, когда мы шануем и поважаем Его Слово, живые, постоянные отношения с Богом в послушании Ему дают нам право получить все, что мы просим. Когда мы говорим повиновение Богу, что мы имеем в виду? Первое, это повиновение Его Слово. Для Него это номер один. И это не всегда контролируемо людьми. И это не всегда контролируется людьми. Опять Он главный судья, главный контролер. Потому что большая часть времени мы не возле пастора, мы не возле людей, но Бог с нами покора Слову Божьему. Это Библия, это проповеди, когда мы живем жизнью повиновение. Это цена для Бога. Это цена для Бога. Второе, это повиновение Его поручения тебе. Это покора Его доручения тебе. То есть Бог поручает тебе что-то, то ли напрямую, через сон, или через пастор, а ты повинуешься. А ты покоряешься. Для Бога это очень ценно. И для Бога это очень ценно. Номер три. Когда мы повинуемся родителям, это его структура. Это его иерархия. Это его иерархия. Родители входят в Божию иерархию. Батьки входят в Божию иерархию. И он говорит, если ты послушный родителям, то я благословлю тебя. То я благословлю тебя. И ты долго будешь жить на земле. И ты долго будешь жить на земле. Сколько людей приходят в жизни зрелое, а все, что у них есть, уже под проклятым. Из-за того, что написано. Через те, что написано. Повиновение родителям. Послух батькам. Первое. Тебе будет благо на земле. Два. Долго будешь жить. Будешь долго жить. А ты всю жизнь. А ты все життя. Твоё детство. Твоё детство. Унижав родителей. Приниживав батьков. Бросался на маму. Кидався на маму. Кричав на папу. Кричав на тата. Обзивав их. Обзивав их. И даже сколько бы ты не учился. И даже сколько бы ты не учился. На этой земле. Благо мало будет тебе. Добра мало будет тебе. И жить долго не получится. И жить долго не выйдет. Это надо вернуться к родителям. Это надо вернуться к родителям. И сказать. Простите меня. Пастор Генри. А моих родителей уже нет. Сделай, как сделала одна женщина. Она подошла ко мне. Говорит пастор. И говорит, пастор, моя мама умерла, мой папа тоже, и мне кажется, отчасти они за меня страдали, но я не знаю, перед кем просить прощения, позволите мне просить прощения перед Богом, а вы будьте, как будто мой папа и мама, и я буду каяться, и вы молитесь, чтобы Бог разрушил это проклятие. Также нужно повиновение духовной власти и пасторам. Духовная власть влияет на нас гораздо больше, чем много других властей. Дело в том, что Бог поставил, и Иисус поставил, вот эти служители, и пасторов, и апостолов, это Иисус поставил. Это называется, что Он делегировал им свою власть. Если мы желаем, что Бог нам открыл дверь, всего, что Он имеет для нас, нужно жить в повиновении Божьей духовной власти. Это пасторам нашим, лидерам нашим, и тем, кому мы подотчетны. И так же нужно учиться, будет повиновение любой власти. И так нужно быть подзвитной будь-якой власти. Бог желает, чтобы такой образ жизни был в нашей жизни. Это дает нам право просить все, что мы захотим. Все, что мы видим, что должно быть в нашей жизни. Все, что мы бачим, что мое быть в нашем жизни. И мы получим. Для Бога главное в жизни, это постоянство. Это стальность. На уровне разума, мыслей, думок, стратегии. На уровне разумов, не говорить истину, и не говорить ложь, и избегать ложь, которая оскверняет твою жизнь. На уровне действия и поступков, чтобы ты не делал, постоянство. И через время, и через некоторый час, оно даст свой плод. Воно даст свой плод. Вот как хорошо. Вот я помню, разговаривал с одной женщиной. К сожалению, она уже умерла. Она заболела раком, я помню. И она мне говорит, пастор Генри, «Я считаю, что я болею раком – это воля Божия. Я жертва Господу. Если я умру, это я Ему жертва». Я помню, как я смотрел на нее, аж плакал. Потому что я знал, что Бог хотел ее исселить. Но ее внутреннее убеждение было такое, что она не позволяла ей принимать исселение. И в этом виноват была большая часть, та церковь, куда она ходила. Там ей сказали, «Ты болеешь – это угодно Господу, это Его воля, это приносит Богу славу». И она этому поверила. Вытаскивать из этого мышления было невозможно. Заметите, Бог – Он хороший, добрый Бог. Иисус сказал, «Я пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком». И когда мы принимаем Его Слово, верим в то, что написано, Он может высвободить в нашу сторону все благословения, какие Он имеет для нас. Сегодня я хочу вам показать свидетельство некоторых людей, которые приняли свое чудо от Бога. А зачем ты нам показываешь, пастор Генри, чтобы вы поверили и вы приняли также свое чудо от Бога? Не обязательно выселение, возможно, в чем-то еще. Но у Бога есть много для вас. Давайте посмотрим. У Оксаны было уплотнение на руке в размер с горошину, и оно болело при повороте руки. Во время молитвы боль и уплотнение ушло. У тебя было уплотнение? Да. Уплотнение было в районе кисти. Когда поворачиваешь руку, я даже удивилась. Оно даже как горошина выделялось. И когда трогаешь, то оно болело. И поворот кисти, оно болело очень. И сегодня, во время молитвы, когда вы сказали опухоль и уплотнение, уйди, вот оно все ушло. Ушло? Да. Слава Богу. Это вот такой Бог отвечает. Мне надо трогать там, где болело. Во имя Иисуса. Слава Богу. Приветаю вас. Добрый день. Да. У меня 4 месяца болела шея и отдавала в плечи. Зараз бить совсем почти ушло. 4 месяца болела шея и отдавала в плечо. Я позвала Наташа. Наташа, Боже, благослови Наташу во имя Иисуса. Пастор, у этой женщины была боль в спине. Она не могла наклоняться. А теперь она снова может наклоняться. Огонь сошел на нее. Как долго была боль у нее? Три года. Три года? Вы можете наклоняться? Вы можете это сделать? В течение трех лет? Спасибо тебе, Иисус. Да благословит вас Господь. Спасибо тебе, Иисус. Давайте скажем. Спасибо тебе, Иисус. Слава Господу. Вы видите, как меняются сразу выражения лица. Люди становятся радостными. Вы понимаете, человек был в безнадожном состоянии. Узнал, что Бог имеет благословение в исселении. Он поверил и принял. А чудеса Божьи не ограничены только исселением, они во всех направлениях жизни. То ли исселение – это для тебя. То ли в семье, то ли с детьми, то ли в работе, то ли в бизнесе, то ли в обществе. Сила Божья всегда способна. Я хочу помолиться, чтобы Он благословил тебя и сделал чудо для тебя, главное из которых – твое рождение свыше. Если ты еще не знаешь Иисуса, как своего личного Спасителя, помолись со мной такую молитву. Скажи, Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Во имя Иисуса. Аминь. Теперь я хочу помолиться за тебя. Сегодня откажись ограничивать Бога. Позволяй Ему прикоснуться к тебе и сделать чудо для тебя. Во имя Иисуса я приказываю всякие болезни уйти. И все ограничивающие мышления, которые дьявол создал в сердцах мышленных людей, пусть уходят полностью. Я провозглашаю благословение во имя Иисуса. Аминь. Помни всегда, Бог любит тебя. И если ты Его не ограничиваешь, Он сделает гораздо больше, чем мы просим или помышляем. Помни, ты важен для Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok